Если хорошо обезвеситься, расслабиться, то вот свободное это падение, есть возможность пофантазировать, что ли, как оно, наверное, будет там. Да, и в некоторых моментах можно сравнить свободное падение с парашютом. Вот, совершенно верно. Близкие отношения к свободному падению. Единственное, что опять-таки в свободном падении ты падаешь только вниз, а здесь вот есть замечательная и уникальная возможность плавать в трех измерениях свободное. Баллоны забиты кислородной смесью. Проверка работы дыхательной системы легочников, надув компенсатора плавучести, маска на голове. К погружению готовы. Чтобы было проще, глазами прикрепитесь к полосе. И все. И намного будет проще. Вообще-то это сделается и с закрытыми глазами. То есть вы должны с закрытыми глазами чувствовать перепады давления. В центре подготовки имени Гагарина семь молодых космонавтов впервые погружаются под воду. Их первое знакомство с безвоздушным пространством в специальной гидролаборатории. Минуты грусти безмятежной, в давлениях грустной пустоты, звучал мне тихо голос нежный. И снились милые черты. И так перед каждым погружением. Святослав Морозов читает стихи. Под воду, как в открытый космос, лучше выходить с хорошим настроением. Для них это первая ступень покорения космоса. Для этого отряда космос начинается здесь. 5000 кубометров пресной воды. На дне 15-метрового бассейна точная копия сегмента МКС. Самая лучшая попытка сымитировать невесомость в земных условиях – это именно гидросреда. Где человек при правильной обезвеске действительно может почувствовать, наверное, какое-то понимание невесомости. Великолепная семерка. Все умные, здоровые, мужественные. Космонавты отбирают только таких. Уже два года молодой отряд проходит общекосмическую подготовку. Выживают в суровых условиях, прыгают с парашютами, погружаются в гидрокосмос. Дух захватывает, когда ты первый раз погружаешься на глубину и делаешь первые вдохи под водой. Понимаешь, что ты можешь дышать, ты можешь плыть, ты можешь работать. А дальше азарт уже. У Алексея Хоминчука за плечами больше сотни погружений. Недавно был инструктором. Готовил космонавтов к полету. Теперь он сам в отряде. На этот раз не просто погружается. Снимает все подводной камерой. Вот что видят космонавты в гидробассейне. Внутри макета станции. Они уже сейчас пытаются ориентироваться в космическом пространстве. Представляют, как будут выходить в открытый космос и возвращаться в орбитальный дом. Внутри они работают только, именно отрабатывают тот момент, когда они выходят из космического корабля. Они должны правильно страховаться, пристегиваться, двигаться вдоль корпуса корабля. И, соответственно, они должны уметь страховать друг друга. Потому что много моментов. Отрабатываются такие вопросы, когда кто-то из них, не дай бог, попадет в аварийную ситуацию, чтобы второй космонавт мог его доставить обратно в станцию. У каждого космонавта свой инструктор и свое задание. Передвижение под водой без кислородных баллонов, перетаскивание грузов и даже имитация лунной походки. Еще можно при грамотной обезвестке с помощью вот таких вот штук положить их в рукава, в ноги, еще и добиться какого-то ощущения, например, гравитации, которые раз в шесть меньше земной, как, например, на Луне или там на какой-нибудь еще планете. И попробовать почувствовать походку по поверхности других космических объектов. Сейчас в водное у Андрея Бабкина спасти попавшего в беду напарника и при этом самому не захлебнуться. Когда я тебе покажу знак, что мне плохо, сразу достаешь, оттопки подаешь мне, чтобы не растерялся. Хорошо, сейчас я первый раз. Сейчас первый раз. В силу особенности того, что станция находится под водой, это впечатление называется гидрокосмос. Вот гидрокосмос, он тем интересен, что он создает иллюзию невесомости, а все остальное, плотность среды, она, конечно, отличается от этого. Но при большой фантазии можно себя представить в изолированном пространстве, в агрессивной среде. В таких тренировках оттачивается навык действия в любой ситуации, когда над тобой кубометры воды, а воздух в баллоне ограничен, действовать необходимо быстро и с умом. Либо совершать ошибки здесь и потом их как-то исправлять, либо те же ошибки с риском свержать в космосе. Лучше работать здесь, это максимум, что, я думаю, можно достигнуть на Земле. В центре подготовки космонавтов новый набор в звездный отряд. Главное условие – огромное желание отправиться на орбиту. По результатам общекосмической подготовки уже будут отобраны именно пять человек, которые начнут уже подготовку к составе экипажа. А остальные, там, 10-12 человек, они у нас составят резерв. Но здесь должно быть равноправие, не половой признак, а что в голове. Сегодня попасть в отряд космонавтов уже не так сложно. Рост, вес и даже возраст – неопределяющие критерии отбора. Космический корабль «Союз» доработан по антропометрическим характеристикам, а через несколько лет будет создан новый корабль. Эта профессия очень сложная, опасная, в то же время ответственная и интересная. Поэтому мы будем рассматривать каждого. Но именно будем рассматривать тех людей, перспективных, которые могут в дальнейшем работать в космосе, и через 5, через 10, через 15 лет. Семерка кандидатов рвется в космос. Летчики, инженеры, конструкторы. Словно единый экипаж для нового пилотируемого корабля и новых задач по освоению Солнечной системы. Им поколилось небо. Они преодолели глубину. Однако до воплощения звездной мечты – еще годы тренировок и испытаний. Субтитры создавал DimaTorzok